Здравствуйте! В эфире программа «Вопросы Веры» я, Наталья Жаркова. У нас в гостях председатель информационного отдела Пензенской епархии, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, отец Алексей Рой. Речь в нашей программе пойдет о демографическом кризисе в России. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Благословение Божие да пребывает со всеми вами! Отец Алексей, в чем причина демографического кризиса в России и каково значение социальных факторов в этой проблеме? Проблема демографического кризиса характерна не только для нашего региона, не только для нашей страны. Это проблема характерна для всей белой цивилизации, для стран Западной Европы, Австралии, Новой Зеландии, в какой-то мере и, скажем так, англосаксонской части Соединенных Штатов Америки. Это наша общая проблема, и мне кажется, она прежде всего связана с тем, что постхристианское общество утратило свои традиции, в том числе и семейные, и те ценности, которые предлагает общество потребления, но не способствуют укреплению семьи, а значит не способствуют и чадородию. Это приводит к проблеме миграции, скажем так, других народов, и в том числе межэтническим столкновениям, межкультурным, и поэтому основная проблема, видимо, в этом. А в чем состоит христианское планирование семьи? Христианское планирование семьи прежде всего связано с заповедями Творца, заповедями Спасителя. Господь еще когда сотворил первых людей, первая заповедь была – аплодиться и размножаться. И кроме того, еще Адам в книге «Бытия», самой первой книге Библии, говорит о том, что человек оставит своего отца и мать и прилепится к жене своей. Дело в том, что в христианстве есть понятие о таинстве брака, бракосочетания, когда образуется совершенно новая ячейка общества, как раньше называли. В христианской терминологии это именуется «малой церковью», потому что люди должны быть не только близки, скажем так, телесно, но они должны быть и близки духовно. И, естественно, те дети, которые Господь дарует этой семье, веряет на попечение, они должны быть воспитаны прежде всего в послушании Богу, родителям и научены своими родителями же опять и тем обществом, где они пребывают, разным добродетелям. Поэтому, собственно, планированные семьи — это создание как можно больше условий для того, чтобы именно христианские ценности в этой семье превалировали и давали добрые плоды в виде добродетелей для того, чтобы воспитывать детей в нужном, правильном христианском направлении. А какие факторы, на ваш взгляд, влияют на снижение рождаемости? Прежде всего, то, что христианские ценности не являются особо значенными для большинства нашего населения. Если бы люди, вот они очень часто говорят о том, что тяжелые социальные условия, тяжелые экономические условия, ну, простите, если мы посмотрим на Индию, Пакистан и другие страны, где социальная защищенность намного меньше, чем даже в нашей стране, однако рождаемость там намного выше. Значит, дело все-таки в определенных мировоззренческих установках. И, к сожалению, у нас вот те установки, они не предполагают создание крепкой семьи. Иногда складывается впечатление, что даже это на уровне государства нет того понимания, насколько тяжелый труд по воспитанию детей. Особенно касается поддержки материнства. Конечно, вот и материнский капитал, это очень все здорово, но, как мы видим, оно еще недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию в целом. И поэтому я призываю всех вернуться к своим основам, к своим корням. Это поможет преодолеть этот демографический кризис. То есть, помощь государства, это все очень хорошо, но если посмотреть Германию, где уж уровень социальной обеспеченности и экономическая помощь не вызывает никаких сомнений, однако немцы, тем не менее, тоже являются, по сути дела, вымирающей нацией, у них смертность, и сам возраст, он становится все старше и старше среднестатистически. И только возврат к семейным ценностям позволит преодолеть демографический кризис. Аборты в России стали традицией, плохой традицией. Как с этим бороться, и что русской православной церковью делается в этом направлении? Есть целое движение, которое направлено против абортов, есть общественные мероприятия, которые проводятся, и в священном начале благословляют активных мирян противодействовать этому процессу. Дело в том, что здесь базовые понятия, что есть человек. Признается то, что человеком является с христианской точки зрения, это наделение душой еще пока ребенок находится в утробе матери, то, соответственно, аборт является убийством, и христианин никогда на это не пойдет. С другой стороны, если сейчас, с точки зрения, скажем так, крайне гуманистической традиции, это рассматривается как часть тела матери, она со своим телом может делать все, что хочет. Отсюда и возникли массовые аборты, и зачастую они делаются для того, чтобы свою жизнь сделать комфортной. Если точку зрения, как священника меня спросить, конечно, я сравню такие тенденции к жертвоприношениям Малоху или Богу Ваала, которые практиковали в Карфагене, которые были в древнеязыческих цивилизациях. Вот греко-римской там часто в Спарте сбрасывали детей, которые с недостатками или которых не могли прокормить, оставляли их возле храма, чтобы они стали храмовыми служками. А если эти служки были не нужны, дети зачастую в этих корзинах погибали. И более того, ветхозаветных иудеев даже презирали за то, что они детей оставляли, какие бы они ни были. Вот дай Бог, чтобы традиции добрые, они все-таки смогли превозмочь. И здесь очень большое дело имеет та информация, которую христиане пытаются донести. Поэтому русская православная церковь делает все необходимое. И через союз православных врачей в различных регионах. И путем официальных документов, которые декларируют ценность человеческой жизни. И о том, чтобы сохранить жизнь ребенка, когда он находится в утробе матери. Но, как мы знаем, у медали две стороны. Чтобы сократить смертность, нужно увеличить рождаемость. По поводу рождаемости более-менее все понятно. А по поводу смертности, что вы можете сказать? Необходима пропаганда здорового образа жизни. С одной стороны, то, что было еще в советское время, и то, что, я думаю, в успешных странах и делается. Нужно к этому вернуться. Нужно не только большие достижения в спорте, но и массовая физическая культура. Необходимо создание условий для того, чтобы люди могли полноценно развиваться. Но это только одна сторона медали. Физическая и более-менее всем понятная. Необходимо и для того, чтобы человек был полностью гармонической личностью. И заботиться о его духовном возрастании. Здесь, соответственно, православное христианство предлагает свои рецепты, еще известные уже тысячелетия, святыми подвижниками. Поэтому те, кто встал на путь, скажем так, православной аскезы, он, как правило, не страдает теми пороками, которые очень сильно и разрушительно влияют на нашу нервную систему, на наше физическое состояние. Вот сочетание православной духовности с массовой физической культурой, мне кажется, это тот рецепт, который поможет выйти и повысить, скажем так, среднестатистический срок жизни. Для того, чтобы у нас вот эта ситуация, когда люди умирают уже где-то в 45-летнем возрасте, вот как священник мне приходилось сталкиваться с такими случаями, буквально повальными, когда приходится отпевать. Совершенно наш цвет, мужская нация, вот это, конечно, недопустимо. Дай Бог, чтобы это возможно было преодолеть. Мы ненадолго прервемся на новостную рубрику «Седмица», сразу после которой продолжим нашу программу. Главный епархиальный праздник – День памяти святителя Иннокентия, отметили 23 октября православные пензенцы. Чтобы почтить его память, верующие собрались в Успенском кафедральном соборе, где находятся мощи подвижника. Семерых архипастерей одновременно Пенза принимала впервые за всю свою историю. Их, как и несколько сотен верующих, собрал в Успенском соборе День памяти покровителя сурской земли. Он управлял епархией едва ли не самый короткий срок – 7 месяцев и 7 дней. Прожив лишь 35 лет, был едва ли не самым молодым из пензенских иерархов. Но все же остался в веках, как самый выдающийся среди них. Своим покровителем свидетелей Иннокентия считают не только пензенцы, но и саратовчане. Ведь с начала 19 века два региона составляли одну епархию. Из Саратовской области на Кентьевские торжества приехали митрополит Лонген и епископы Балашовский Тарасий и Покровский Пахомий. Мордовию, большая часть которой тоже когда-то находилась по домофорам святителей Иннокентия, представлял епископ Рузаевский Илья. А восточную часть пензенской митрополии – епископ Кузнецкий Серафим. Пенсия, день памяти святителя – действительно особый день. Хотелось бы поблагодарить всех вас и всех, где присутствуют ученицы. Пожелать вам милости Божьей, крепости, чтобы Господь хранил всех на многое благая лета. 193 года назад епископ Иннокентий скончался. По многолетней традиции в этот день Успенский собор украсили его изображением. Служба транслировалась через динамики на всю округу, а прихожан угощали гречневой кашей из полевой кухни. Участвовал в прославлении святителя и с тех пор каждый год приезжает в этот день из Ульяновска митрополит Прокл. Позвольте мне сердечно и радостно поздравить вас с этим замечательным праздником памяти святителя Иннокентия. Являясь вашим ближайшим родственником, я не мог сегодня не прибыть сюда, чтобы вместе с вами только 12 раз разделять эту радость общения. Самый далекий и почетный гость на торжествах – митрополит Астанайский Александр, предстоятель Православной Церкви Казахстана, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви. Он в Пензе уже во второй раз. Этот день можно назвать Малой Пасхой, потому что сугубо на небесах у престола славы царя, царствующих и Господа всех владельщих, совершает молитву тот, кто прославлен в лиге святых от этой земли – святитель Иннокентий. По традиции, после службы свидетельство гимназистов получили первоклассники православной гимназии, которая тоже носит имя Иннокентия Пензенского. 20 октября владыка Вениамин совершил литургию в Боголюбской церкви рабочего поселка Золотаревка, что под Пензой. Этот храм молодой, он был перестроен несколько лет назад из молитвенного дома. Несмотря на близость к областному центру, визит архиерея для прихожан – редкое и значительное событие. Сначала, как вы ждали, владыка приедет, страшно это было, а сейчас, когда владык приехал, радостно, больше радости более. Приезжайте, мы всегда вам рады. И когда я приехал сюда и увидел этот храм, я порадовался. Особенно меня порадовала чистота, уют и такое молитвенное состояние. Когда мы совершали божественную литургию, было очень приятно, очень легко молиться. В день памяти святых отцов Седьмого Вселенского собора митрополита Вениамина встречали прихожане Михаила Архангельского храма Вадзинска. Эта церковь закрывалась лишь на несколько лет в 30-40-х годах и долгие годы была единственной действующей на всю округу. По словам настоятеля, за те 10 лет, что он служит здесь – это первый визит архипастыря. Сегодня за божественную литургию были особые молитвоприношения, особые песновения. И еще и еще раз храм осветился благодатью Святого Духа. И осветился не только храм, но и осветились души сегодняшних наших прихожан. Их сердца также осветились, и приходя домой, они принесут частичку этой благодати, этой великой радости и эту торжественную праздну. За архиерейским богослужением пели два хора – местный и зимеченский. Владыка Вениамин высказал пожелание, чтобы в храме было больше своих певчих. А вы такой приход имеете. Я скоро приеду, посмотрю. Нечего брать соседей, вас не хуже должен быть. Договорились? Митрополит Вениамин и епископ Кузнецкий Серафим приняли участие в торжествах по случаю Дня памяти преподобно-исповедника Гавриила Меликесского. Этот подвижник в миру Иван Иванович Егошкин родился и провел детство на территории современного сосновоборского района Пензенской области. Во времена богооборчества он много лет провел в лагерях, а в последние годы жил в Меликесах Ульяновской области. В Ульяновской Симбирской епархии он один из наиболее чтимых святых. ВОПРОСЫ ВЕРЫ Профилактика вредных привычек среди молодого поколения способна повысить процент рождаемости? Безусловно, но только нельзя зациклиться на одной только профилактике. Я еще раз повторю, здесь очень важна и духовная составляющая, и поэтому если человек является сознательным православным христианином, как правило, вредные привычки, они не характерны для него. Или он с ними успешно борется. Поэтому если человек будет, с одной стороны, использовать все достижения медицины в этом плане, в том числе профилактику, с другой стороны, использовать те духовные знания, которые дает православное христианство, и применять их в своей жизни, то те негативные явления, про которые вы говорите, они будут изживаться и совершенно преодолеваться нашими молодыми людьми. Отец Алексей, на Ваш взгляд, материальное стимулирование, которое предполагается и говорится, о котором часто, в том числе и в послании президента, способно ли оно переломить и преодолеть демографический кризис в России? Если оно будет только единственным способом для стимуляции семьи, то, естественно, оно может и не дать того эффекта. Поэтому здесь нужен комплекс, в том числе и изменение даже отношений в самом обществе, и в искусстве, и в других отраслях. Должны успеваться те традиционные ценности, которые характерны для того, чтобы создавались крепкие семьи. Если изменится отношение общества в целом, оно будет базироваться на христианских традициях, то я думаю, что вкупе с материальной помощью это даст очень большой эффект, и демографический кризис будет преодолен. А в чем Вы видите кризис Института семьи? Кризис Института семьи — это нравственное состояние нашего общества. То есть как мы только сможем преодолеть нравственный кризис, это касается всех сфер, и политической, и экономической. Даже если мы будем создавать самые совершенные законы, но при этом изначально они не будут, допустим, исполняться, или будут искаться какие-то лазики для их обхода, то это будет совершенно ненужной деятельностью законотворческой. Я думаю, что если в обществе очень высокая нравственная составляющая, то какой бы ни был строй, языческий или феодальный, или рабовладельческий, то, конечно же, живое отношение теплых человек помогает устанавливать доверительные отношения. И, соответственно, известно, что и сообща легче преодолеваются многие беды, будь то нашествие или какой-то экономический кризис. Поэтому здесь необходимо закладывать те основы, которые помогут преодолеть вот этот нравственный кризис. И, слава богу, сейчас вот у нас в школах вводится понятие религиозной или светской этики. Необходимо воспитывать наших школьников в тех нравственных нормах, которые позволят им ориентироваться в нашем сложном современном мире. И как раз для того, чтобы решить этот вопрос, я думаю, что Церковь Мудра предложила государству в виде вот этих курсов, для того, чтобы подготовить школьников. Вот дай бог, чтобы и открывались кафедры теологии в вузах. Вот мы недавно, кстати, получили известие о том, что в МИФИ была открыта кафедра теологии. Ее возглавил митрополит Эларион. И если такие инициативы будут поддержаны и научным сообществом, и государством, то, конечно, это будет выходом из сложившейся вот этой тяжелой и опасной ситуации. Подводя итог обсуждаемой нами темы, каковы же пути выхода из кризиса? Кроме создания тех курсов этики, кроме поддержки государства, необходимо, чтобы и в самом обществе были осознаны те перемены, которые нам необходимо провести в сфере именно духовно-нравственного состояния. Необходимо, чтобы каждая семья поняла важность этих вопросов. И, конечно, если будет происходить выцерковление, то дай Бог, чтобы все вот эти вопросы потом остались в прошлом и уже были предметом изучения историков. Отец Алексей, я вас сердечно благодарю за интересную беседу. Спасибо, Господи, Наталья, за очень интересное обсуждение со своей стороны. Я тоже сердечно благодарю, потому что эти вопросы очень актуальны и являются злободневными. Вот не всегда до людей доходит понимание этого. Очень многие винят правительство, власти в том, что у них все не так. Но на самом деле иногда нужно обратить взгляд на себя и исправить в той части, где мы несем ответственность. Вот как раз духовно-нравственное воспитание наших детей – это наше дело. И как раз от того, как мы воспитаем наших детей, зависит от того, будут у нас внуки или нет. Хочется завершить нашу программу мыслью о том, что наша Россия непременно справится со всеми трудностями и обязательно демографический кризис будет преодолен. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok